Такие вот какие-то непонятные круги, которые в итоге у нас вот так вот сужаются, сужаются, и в самом центре стоит какое-то здание. Давайте посмотрим, что это такое. Ну а мы теперь давайте найдем спуск на первый этаж, и наконец-то уже пойдем на нашего босса, Гриботавра. И всем привет, друзья, с вами Кратафан. Это вторая часть гайда по моду Twilight Forest на версию 1.16.5. Но перед началом просмотра обязательно подпишись на меня и нажми на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Также хочу передать привет КБ Продакшн. Но если ты тоже хочешь, чтобы я тебе передал привет, то просто пиши креативный комментарий, и возможно именно ты попадешь в следующее видео. Ну а мы начинаем! И сегодня я вам расскажу про один очень интересный квест в этом моде, про двух новых боссов, что с них падает, и также некоторые другие очень интересные предметы. Но мы давайте начнем сначала с такого инструмента под названием рудный магнит. Вы его сможете найти в тех пещерах, точнее холмах, о которых мы говорили с вами в предыдущей части, то есть вон в тех холмах. Также вы там можете найти вот такой вот веер полета, но о нем мы поговорим далее. Сначала рассмотрим вот такой вот рудный магнит. Давайте его возьмем себе в руки и тыкнем ПКМ, точнее зажмем ПКМ. И вы можете видеть то, что он как-то натягивается. После наводимся вниз и отжимаем. И смотрите, у нас появляется прямо под ногами вот такой вот кусочек железа. Ломаем его, и в итоге оказывается то, что целая железная вот такая вот жила у нас переместилась прямо к нам. Давайте еще раз мы это проверим. Зажимаем ПКМ, теперь отжимаем. Перемещается к нам, возможно, что-то. Еще раз так делаем много раз, и в итоге сейчас что-то к нам должно будет притянуться. Это может не только железо притягиваться, но еще и всякие другие руды. Например, там редстоун, золото. Вот, допустим, сейчас переместился лазурит. Далее давайте рассмотрим вот такой вот веер полета. Вы также можете его найти вон в том холме, в сундучках. И давайте его проверим, что это вообще такое. Вы просто подпрыгиваете, нажимаете ПКМ, пока вы еще не упали, и тогда вы вот так взлетаете. Это может быть полезно в некоторых случаях, допустим, забраться куда-нибудь на дерево, либо же что-то перепрыгнуть. Вот, давайте сейчас попробуем на дерево забраться, подпрыгиваем и нажимаем ПКМ, вот так вот очень удобно, мы можем перемещаться теперь. Но, к сожалению, много раз так нельзя будет нажимать, и это работает только один раз, когда мы подпрыгнули, и потом нужно будет обязательно коснуться земли, чтобы еще раз так вот его использовать. Еще, кстати, при помощи этой вещи вы можете откидывать различных существ. Допустим, вот у нас здесь стоит баран, тыкаем ПКМ, и смотрите, вот так он немножко у нас отлетает. И еще ломается трава, кстати. Еще есть также вот такой вот очень интересный инструмент, называется мутагенный порошок. Давайте его возьмем, и возьмем различных существ. В нашем случае я беру, допустим, лесного кролика, обычную курицу, дикого кабана, и также дикого оленя. Давайте мы их всех заспавним, и испытаем этот мутагенный порошок прямо на них. Тыкаем на зайца, и он превращается, так, это мы не того тыкнули, это, в общем-то, у нас курица превращается в пингвина. Давайте тыкнем на зайца, куда он делся, вон он, тыкаем ПКМ, и он превращается в кролика. И таким образом мы можем их трансформировать из существ Твайлд Фореста в обычных существ из Майнкрафта. Также, гуляя по этому миру, вы сможете найти вот такой вот очень интересный биом. Он состоит из таких вот цветных деревьев, и также тут очень интересно оформлена трава. Такие вот какие-то непонятные круги, которые в итоге у нас вот так вот сужаются, сужаются, и в самом центре стоит какое-то здание. Давайте посмотрим, что это такое. И около этого сооружения будет обитать вот такой вот большой баран. Это будет не агрессивный моб, и его ни в коем случае нельзя будет убивать, потому что это квестовое животное, которому нужно будет дать некоторые вещи, чтобы он нам в итоге дал очень полезный рок. И также вы смогли выполнить себе достижение. Что же нужно будет ему дать? А ему нужно будет дать все цвета шерсти, которые вообще есть в Майнкрафте. То есть сколько их там, 18 или 16 штук? Давайте мы сейчас их всех возьмем и выдадим ему. Вот, допустим, я взял некоторые цвета, мы таким просто ПКМ, допустим, черной шерстью, и смотрите, у него появляется вот такая вот здесь черная полоска, потом белую, также появляется белая полоска, так оранжевая делаем, и в итоге он так у нас, смотрите, удлиняется, становится все длиннее и длиннее. И когда мы дадим ему все цвета шерсти, давайте посмотрим, что он нам сделает. Ну вот, вроде бы, последний цвет у нас превратился в такую тоже очень длинную какую-то гусеницу на ножках. Иииии, так, подождите, нет, видимо, я что-то забыл. А вот, все, надо было просто немножко подождать, и в итоге он нам что выдает? Очень много различных предметов, причем довольно-таки дорогих. Давайте их рассмотрим. Он нам дал, значит, во-первых, свой трофей вот такой. Его, кстати, не обязательно нужно будет находить и выполнять его задание, чтобы всех боссов убить, но все-таки для того, чтобы пройти весь Твайлд Форест, это тоже нужно будет сделать. Вот он нам дал свой трофей, опять же, потом золотой блок, железный блок, изумрудный блок, лазуритный блок и также алмазный блок. И напоследок это свой рог. Давайте рассмотрим, что это такое вообще. Мы зажимаем ПКМ, и вся трава превращается в землю. Потом еще раз зажимаем ПКМ, и вся земля уже просто ломается. Давайте мы сейчас немножко закопаемся вниз, и смотрите, здесь у нас камень превращается в булыжник, потом булыжник в гравий, а гравий уже просто ломается. Это довольно прикольная и бесполезная вещь. Вот, кстати, поставим его трофей, вот так он будет выглядеть, его голова, и тыкнем ПКМ, послушаем, как же он будет звучать. Ну и следующий босс, которого нам нужно будет убить, это будет Гриботавр. Его нужно будет найти вот в таком вот болоте. Вот так это будет выглядеть на карте. Вы можете видеть, вот она моя иконочка, там дальше у нас будет Гидра спереди, но до нее еще рано. Нужно будет сначала убить именно Гриботавра. Он будет обитать в лабиринте. А вход в него, это вот такой вот холмик. Он у нас также отображается на карте. Сейчас давайте я чуть-чуть лечу назад куда-нибудь, чтобы это было видно. Ну, в общем-то, вот, вы можете видеть такой вот квадратик передо мной. Давайте мы туда зайдем и посмотрим, что здесь у нас вообще такое. Во-первых, тут у нас разрушены вот такие вот решетки. Мы сюда как раз-таки прыгаем вниз. Лучше, конечно, не прыгать, а на блоках спускаться. И вот мы попадаем как раз-таки в лабиринт. Тут нужно будет бродить и убивать различных минотавров, находить всякие сундучки и в итоге найти Гриботавра этого нашего. Тут, кстати, у нас всего два есть этажа. Это, считайте, что второй, а он будет как раз-таки обидать уже на первом. То есть нужно будет найти спуск, потом еще искать его на первом этаже. Это все будет очень опасно, поэтому будьте осторожны. Давайте просто походим здесь по-быстрому, посмотрим, что вообще здесь у нас по генерации. Какие здесь вообще мобы есть? Найдем хотя бы одного минотавра, чтобы вам показать. Так, вот пока что минотавров я не нашел, но я нашел вот такой вот сундучок. Смотрите, мы здесь можем сломать эту решеточку. И тут у нас иногда бывают растяжки. Здесь, правда, нету, но будьте осторожны. Здесь бывают растяжки, если вы на них наступите, тогда, естественно, здесь у нас что-то произойдет. А именно взорвется динамит, который будет там вот под этими блоками. И вот здесь у нас находится большой сундук. И он, кстати, у нас является сундуком-ловушкой также. Поэтому будьте осторожны и сразу же все забирайте оттуда, что у нас там было. И убегайте, потому что динамит будет взрываться и, скорее всего, вас может убить. Вот еще у нас есть такой сундучок. Посмотрим, что в нем будет. Здесь у нас такие вот предметы. Довольно полезные, кстати. Вот стальной лист особенно. Потом мы его рассмотрим. А мы давайте пока что найдем хотя бы одного Минотавра. Ну вот и он. Вот так он будет выглядеть. У него будет 30 хп. И вот такой вот топорик. Он, естественно, будет агрессивным. Поэтому обязательно его убивайте. Либо же сбегайте. Из него может выпасть вам мясо Минотавра. Которое вы можете пожарить и потом съесть. И также вот такой вот золотой топор Минотавра. Который будет наносить 7 урона. И также будет наносить дополнительный урон при беге. Ну а мы теперь давайте найдем спуск на первый этаж. И, наконец-то, уже пойдем на нашего босса Гриботавра. Ну вот, как-то так будет выглядеть спуск вниз. И прыгаете вниз. Здесь также будут, кстати, питать вот такие вот различные слезевые жуки. Тоже они, кстати, агрессивные. И тут у нас баг генерации. Короче, давайте теперь искать конечную комнату, где будет опитать гриботавр. И вот так будет выглядеть вход в его комнату. Вы тут ломаете просто забор. И смотрите, тут спаунер стоит, который ломается. И из него выходит гриботавр. Это как раз таки и есть наш босс. У него 120 хп. Урон также довольно большой, поэтому будьте осторожны. И давайте мы его убьем. Так вот, с трех ударов я его убиваю. И что же с него выпало? С него выпал у нас трофей гриботавра. Потом вот такой суп из минотавра, который вам нужно будет обязательно съесть, чтобы пойти на следующего босса. Гидру. Так что давайте его съедим. Нам, кстати, дается даже достижение. Еще нам выпал такой вот алмазный топор минотавра. Это то же самое, что и золото, только урон больше. 10 единиц. И еще с него может выпасть вот такой вот фокус карты лабиринта. Из него вы сможете себе сделать вот такую вот карту лабиринта. Либо же разборочный верстак. Разборочный верстак это то же самое, что и верстак, только делает все наоборот. То есть разбирает вещи. А вот карта лабиринта вам понадобится для того, чтобы ориентироваться в этом лабиринте. Правда, ее лучше скрафтить новую, потому что из креативки она просто у нас пустая. Вот я и сделал, открываю. И смотрим, вот так выглядит наш лабиринт. Теперь вы сможете тут легко ориентироваться. В сундуках вы также сможете найти фокус карты лабиринта. И различные другие полезные вещи. В том числе и всякая броня из стальных листьев. Которая намного лучше, чем вот эта вот из нашего железного дерева. Еще вы сможете найти различные амулетики, которые мы рассмотрим чуть позже. Ну и всякие другие тоже полезные вещи. Еще в этом лабиринте вы сможете найти вот такой-то разрушитель лабиринтов. У него эффективность 4, прочность 3 и удача 2. Урон 5. И при помощи этой кирки вы сможете ломать наконец-то уже вот этот лабиринт. А именно вот эти вот блоки. То есть вы можете здесь вот теперь сломать и очень удобно вот так вот проходить. Но если вы будете копаться вверх, тогда здесь будет вас встречать вот такой бедрок. Но все равно будет довольно удобно вот так перемещаться здесь. Мы давайте поставим наш трофей гриботавром. И послушаем, как он будет звучать. Просто как корова какая-то. Ну а следующий пост это будет гидром. Она будет также питать в этом болоте, только в центре уже. Вот вы можете видеть на карте прямо ее голову. И давайте мы сейчас туда подлетим. Она будет питать прямо вот в таком большом холме. И вот там стоит гидром. Почему-то здесь на этой версии она очень баганая. И у нее просто нет уголов. Ну как их нету? Их просто не видно. На самом деле они есть и даже будут дамажить. Поэтому будьте очень осторожны. Но скорее всего это скоро пофиксят. И что вообще нужно будет для того, чтобы сражаться с этой гидрой. Я вам советую взять с собой обязательно лук. И как можно больше стрел. Потом вам понадобится броня. И желательно золотые яблоки. Естественно лучше всего зачарованные. Но зачарованные очень дорогие. И также как можно лучше бронем. Давайте я возьму себе не знаю что ли из вот таких вот стальных листьев. При помощи меча с этой гидрой будет не очень эффективно сражаться. Потому что просто по телу ее бить нельзя будет. Ее нужно будет бить именно по голове ее. А именно у нее будет три головы. Сейчас их не видно. Но они на самом деле есть. Вот обсурваивали. Гидра меня сейчас должна была заметить. Скорее всего да. И смотрите. Сейчас она будет нас атаковать. Вот она сейчас в нас пуляется огнем. И когда она пуляется в вас огнем. Просто стреляйте из лука. Прямо в ту точку откуда летит огонь. То есть как раз таки там и будет находиться ее голова. И в итоге вы так сможете ее дамажить хорошо. Потом когда она вас стреляет в фаерболы. Вы просто их отбиваете. И также наносите ей небольшой урон. Вот там у нас сейчас будет огонь. Вы можете видеть. Оп. Он начался. И стреляем просто в ту точку. И будем тогда ее дамажить. Ну и в общем то вот таким образом вы сможете с ней сражаться. Но я давайте ее вот так вот убью при помощи циклянного меча. Просто буду бить по телу. Это очень эффективно. Но все таки возможно. И вот в итоге мы ее убиваем. Здесь такие взрывы. Очень много взрывов. Всяких эффектиков. Вот эффекты закончились. И с нее что-то выпало. Посмотрим. С нее нам выпала ее трофея естественно. Потом вот такая огненная кровь. В количестве 8 штучек. И много мяса гидры. Сейчас 28 штучек. Но может выпасть от 5 до 35 вроде бы. Это мясо вы сможете сразу съесть. Получите очень много голода. И также на вас наложится регенерация. А вот из этой огненной крови вы сможете сделать вот такие вот огненные слитки. Они делаются в столе кузнеца. Из обычного железа. И также огненной крови. Из этих слитков вы себе сможете сделать броню. Меч. И также кирку. Вся броня у нас будет с эффектом поджигать атакующего. Огненный меч будет поджигать цель. А огненная кирка будет с автопереплавкой. То есть вам теперь даже не понадобится печь. Давайте примерим эту огненную броню. И посмотрим как она будет выглядеть. А выглядит она вот так. И кстати давайте я вам также расскажу еще про амулеты. Которые вы сможете найти в том подземелье. Точнее в том лабиринте. Вы сможете найти вот такой вот амулет жизни первого уровня. И также амулет инвентаря. Также первого уровня. Амулет жизни первого уровня. Вам будет давать дополнительный хп. Когда вы просто умрете. Ну точнее не умрете. А у вас будет 0 хп. И этот амулет вам сразу же восстановит все здоровье. Также есть амулет жизни второго уровня. И давайте посмотрим что он нам будет давать. Он также у нас будет, можно сказать, что возрождать, но давайте сейчас я выключу себе гейм-мод, упаду с большой высоты, я вроде без брони, да, без брони, и вот смотрите, на нас накладывается регенерация, сопротивление, огнестойкость, и также восстанавливается все хп, и вот такой вот у нас будет эффектик. А что же такое амулет инвентаря? Это примерно то же самое, только при смерти у вас будет сохраняться что-то, а именно при амулете инвентаря первого уровня у вас будет сохраняться только ваша броня и то, что у вас было в руке. При втором уровне у вас будет сохраняться ваша броня и также ваш весь хот-бар, а при третьем уровне у вас будет все сохраняться, вообще все-все-все, что лежало в вашем инвентаре. Ну а с вами был Картофан, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, и также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Всем удачи и всем пока!